В прямом эфире новости в студии Яна Таран. Здравствуйте! И главное к этому часу. Более 30 тысяч участников и награды победителям. Итоги Минского полумарафона. В Центральной Италии под ударом непогоды. В списках жертв уже 5 человек. В пострадавших районах остановились поезда. И 200 гектаров тематических площадок. Масштабный праздник, посвященный Дню танкиста, проходит в столичном парке Победы. Белорусским оказался пьедестал Минского полумарафона в женском забеге. Наши девушки показали лучшее время. Спортивное событие объединило более 30 тысяч любителей здорового образа жизни. Основная дистанция – 21 километр и 100 метров. Но каждый выбирал трассу по своим возможностям. И 10, и 5,5 километров. Большинство из участников – любители, впрочем, было немало и профессиональных атлетов. Бежали сегодня не только белорусы, но и представители стран дальнего зарубежья – Новой Зеландии, Японии, Португалии, Марокко, Кении и Эфиопии. Я рада. У меня как-то на подсознании было, что я выиграю 10 тысяч метров. На половинке было бы мне сложнее, потому что соперницы из разных стран поприезжали. Очень достойные. Трасса интересная. С горочками все сложно, но все круто. Я рад, что я второй. В прошлом году был пятый. В этот второй прогресс есть. Все супер. Всех участников, независимо от занятого места, на финише ждали заслуженные награды и сувениры. Минский полумарафон прошел уже в третий раз и стал настоящим украшением праздника, посвященного 950-летию белорусской столицы. Предстоящая неделя станет важной в белорусско-индийских отношениях. Завтра президент Александр Лукашенко отправится с двухдневным визитом в Нью-Дели. У главы государства запланирована большая переговорная программа и ряд официальных встреч, в том числе на высшем уровне. Президент встретится со своим индийским коллегой и премьер-министром Индии. Главной темой переговоров – развитие двустороннего сотрудничества в экономике, политике, сфере науки и технологий. Завтра же в Нью-Дели открывается индийско-белорусский бизнес-форум. О своем участии заявили ведущие компании двух стран. Деловые круги намерены найти новые точки экономического роста. Сфер, где возможны выгодные контракты, немало – промышленность, энергетика, информационные технологии, финансовый сектор. Екатерина Желянина продолжит тему. Белоруссия и Индия пока не могут похвастаться миллиардным товарооборотом. Хотя именно такие планы очертили на перспективу. Визит Александра Лукашенко в Нью-Дели вполне вероятно и станет ускоряющим фактором на пути к достижению масштабной цели. Тем более параллельно в индийской столице пройдет бизнес-форум. Обсудить нашим деловым кругам есть что. Общих тем хватает. Взять, к примеру, фармацевтику. В настоящее время в стадии реализации на нашей территории три совместных проекта. Индийские дженерики в рекламе не нуждаются, технологии и мощности имеются. Белоруссия развивает отрасль, идет по пути импортозамещения и готова завоевывать новые рынки. В общем, интересы совпадают. А вот другой пример. Белорусско-индийский проект. Ресторан в Минске. В Белоруссии нет ни одного ресторана, который чисто индийскими продуктами. Поэтому я его открыл, что всем Беларусь мне очень нравится. Это мне как бы вторая страна. Я его открыл, что всем было очень удобно. И любой человек мог в нашем ресторане прийти и спокойно кушать. Бигаш Нахара открыл его совсем недавно, в апреле этого года. Но это не первый его бизнес-опыт в Беларуси. Магазин я открыл в 2006 году, где я продаю все-все товары из Индии. Мы в прямом поставке работаем из Индии. Пеправа, рис, все-все вещи из Индии мы приводим. Торговля между странами может быть гораздо интенсивнее. Но нижних показателей признаются партнеры. Основа нашего экспорта в Индию – калийное удобрение. Но мы предлагаем развивать кооперацию. Собирать там белорусские тракторы, автобусы, сельхозтехнику, оптические приборы. Рынок огромный, крупнейшая страна Южной Азии. Да что говорить, второе место по численности населения и седьмое по территории в мире. А экономика этой страны третья по объему ВВП. Вслед за американской и китайской. В свою очередь Индия нам успешно продает само собой лекарственные средства. Кофе, чай, рис, морепродукты. Номенклатура может быть расширена. Страна аграрно-индустриальная. Так что обсудить есть что. Вполне вероятно, что новые позиции и новые общие проекты возникнут и будут озвучены уже на предстоящей неделе. Екатерина Желенина, Анастасия Иванникова, телекомпания СТВ. Непогода обрушилась на центральную Италию. Ураганные ветры и сильные дожди зафиксировали в провинциях Пиза и Ливорна. Жертвами стихийного бедствия стали по меньшей мере пять человек. Подробнее об этом и не только в международном обзоре Таисии Саховской. Ураган пронёсся над Италией, оставив после себя разруху и наводнение. За пару часов выпало 400 миллиметров осадков. Из-за этого местная река вышла из берегов. Четыре человека утонули в Ливорна. В подвальном помещении ещё одного нашли на улице. Есть пропавшие без вести. В районе бедствия остановлено железнодорожное движение. Сложности с автомобильным транспортом. Улицы завалены. Сейчас штормовое предупреждение объявлено практически по всей территории Апинин. Ураганный ветер и сильные дожди оставили без света более 300 тысяч американцев. США почувствовали яростное дыхание Ирмы. По мере приближения к Флориде ураган усилился до четвёртой категории. В срочной эвакуации ранее призвали более 6 миллионов человек. Но у многих просто не было денег и люди перебрались во временное убежище. Таковых по всему штату более 300. Ранее Ирма нанесла ущерб Кубе, обрушив на северное побережье 9-ти метровые волны. Ноги района острова Свободы затоплены без электричества и телефонной связи. Яркое зарево вспыхнуло над городом Икетос в Перу. Пламя охватило крупный квартал в знаменитом районе плавающих домов Билен, который называют Амазонской Венецией. Огонь буквально за пару часов уничтожил более 60 строений. Жители пытались бороться с пожаром сами, но в итоге потерпели поражение. Многие остались без вещей и документов. Прибывшие на место ЧП пожарные справились со сгоранием только к утру. К тому времени от района остались лишь обугленные руины. В Венеции завершился кинофестиваль. «Золотого льва» старейшего в мире кинобиеннале вручили Гильермо Дель Торо за его форму воды. Это лучший фильм. Лучшим режиссером признали дебютанта Ксавьей Леграна из Франции. Актрисой Шарлотта Рэмплинг она сыграла главную роль в фильме «Ханна», а лев за лучшую мужскую роль ушел к Амелю Альбаша. Арбузы и некогда редкость и экзотика для наших широт. Сегодня тусочную ягоду растят на приусадебных участках и собирают с них десятки тонн урожая. На юге страны есть деревни, в которых площади полей под арбузу увеличиваются с каждым годом. Петр Бутрим отправился изучать технологию выращивания. Владимир Борисюк выращивает арбузы уже почти 10 лет. Когда-то ими заинтересовались в местном СПК. Высаживали в больших масштабах и с 10 гектаров ежегодно собирали по 200 тонн ягоды. Благодаря этому сегодня в Бельске ими занимается практически каждый. Большинство для себя, но есть и те, что кобринскими арбузами заполняют целые рынки. Вначале осторожно берут, выбирают, и так его, и так крутят. Ну не может быть, чтобы он сладкий бил. Даешь, кушают. Еще не верят. Говорят, это Краснодарского ты дал покушать. А это же белорусский, ну берите. В этом году урожай арбузов не самый щедрый ягодень. Хватило влаги, но даже при таких погодных обстоятельствах в подворьях с арбузными грядками жаловаться не привыкли. И подсчитывают хоть и меньшую, но все же прибыль. Бахчевым здесь давно отдают предпочтение. По сравнению с картошкой намного меньше ухода надо. Конечно, надо прополоть несколько раз. Надо и подлить, чтобы она углубилась и себе водичку доставала. Тем более, что полакомиться полосатым продуктом любят не только в семье хозяина подворья, но также вороны и зайцы. И все же арбуз это больше приятные хлопоты. При нужной погоде один такой арбуз всего за сутки набирает целый килограмм. С этого куска земли в 40 соток планируют собрать по меньшей мере 10 тонн. Большая часть пойдет на продажу. Эти уже ждут постоянные покупатели. Ведь преимущество белорусских арбузов не только цена, но и сам вкус. Кушайте, пожалуйста, сладкий белорусский арбуз. А еще арбуз белорусских полей отличается особой чистотой. Ни нитратов, ни пестицидов. Фельдшер по профессии Петр Гурич из соседних новоселок в выращивании теплолюбивой культуры знает толк. Хороший сезон, плоды с его участка достигают 16 килограммов. Они живые, они очень сочные. Людям это нравится. Это не вата, которую привезут, лежит три недели. Эти я сегодня срываю и завтра везу на рынок. Заметно, что времена, когда на белорусский арбуз смотрели с подозрением и недоверием, постепенно уходят в глазах покупателей. Некогда экзотическая для наших широт ягода постепенно набирает вес. А любители арбуза все чаще предпочитают свое, привезенному из-за границы. Петр Бутрим, Станислав Пекарский, телекомпания СТВ, Брестская область. Белорусские танкисты сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Участники международных тактических учений «Запад-2017» этот день провели в особом для нашей общей истории месте. Российские и белорусские военные возложили цветы к подножию мемориала, установленного в месте начала одной из самых блистательных военных операций в истории Второй мировой войны – операции «Багратион». В ходе этого наступления около тысячи советских танков в начале лета 1944-го прорвали оборону противника и прошли по болотам, которые фашистские стратеги считали непроходимыми. Мы должны помнить и чтить память тех, кто подарил нам мирное небо, спокойный сон в наших домах. У многих из нас, кто сейчас ходит в строю и носит погоны, офицерские или солдатские, неважно, у многих воевали прадеды, деды. И это все остается в памяти. Памятные медали, фотографии – все это лежит у каждого дома. Масштабное мероприятие, посвященное Дню танкиста, проходит сегодня и в Минске. 200 гектаров в столичном парке Победы оборудовали под тематические зоны, игровые и спортивные детские площадки. У каждого есть возможность вжиться в роль настоящего наводчика или командира экипажа. Участие в мероприятии принимает и мэр столицы. Андрей Шорец необычно прибыл на праздник. Председателя Мингородсполкома доставил броневик. Когда поступило предложение объединить военный праздник с народным, мы, конечно же, поддержали. Мы предложили Парк Победы, наше самое лобное место. Поэтому сегодня мой служебный автомобиль – вот это прекрасное «Волот». Ну, я, например, не служил. Ну, может, для меня как-то обидно немножко, меня не взяли в армию. Ну, я думаю, хоть этим наверстать, отпраздновать как танкист. Веселый праздник. Популяризируется вся военная техника. Люди начинают интересоваться историей, Великой Отечественной, Второй мировой и так далее. Атмосфера хорошая. Люди отдыхают, веселятся, ни о чем не думают. Праздник стал еще одним подарком к празднованию 950-летия Минска. Вечером минчан снова ждет пиротехническое шоу. Первые залпы над Парком Победы дадут в половине 11-го. Это были основные новости воскресенья. Далее спортивное обозрение, репортажи и эфирное видео всех наших проектов доступны на YouTube-канале СТВ. О самых ярких событиях, уходящих 7 дней, смотрите в 19.30 в итоговой программе неделя. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok